МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Бобовников с позывным «Мишка» был в первых рядах, пришедших на фронт в 2014 году. Служить пошел добровольцем, по специальности, которую получил 10 лет назад на военной кафедре, командиром танкового взвода. Признается, настоящее знание обрел на войне. Уже в 2015-м он со своим взводом прорывался по Деловайск. Наверное, самый классный день в зависимости моей жизни, потому что приезжала колонна, люди махали, думали, что это какой-то парад. На самом деле мы шли на прорыв в сторону Деловайска, где как раз тогда ребята засели в окружении. Но до них мы, к сожалению, не добрались, потому что под Петровским уже встретили сильное сопротивление. Алексей рассказывает, как его взводу удалось перевести в ужас и заставить отступить врага, даже не используя оружие. В руки боевиков попала рация танкистов. Ее украинские защитники и решили использовать. Начали передавать ненастоящие приказы о наступлении на позиции. Сработало. Украинские танкисты освобождали захваченные боевики. В нашей памяти навсегда останутся успешные танковые бои, обороны Дебальцева, Донецкого аэропорта и других точек Донбасса. Во время выполнения боевых заданий пехотинцы, десантники уважают и ценят мощность своих побратимов, воинов-танкистов. За мужество и героизм, проявленных на Донбассе, более тысячи из них получили государственные награды. Сегодня в Вооруженных силах Украины пять отдельных танковых бригад. Также танковые подразделения появились в воздушно-десантных войсках и у морских пехотинцев. Это позволяет железным кулакам работать в тесной связке с бойцами других родов войск. Украина – один из мировых лидеров по разработке и производству танкового вооружения. Основная машина – легендарный Т-64. Харьковские инженеры модернизировали его в танк с кодовым названием «Булак». К отправке на фронт готовят и современный украинский оплот. 90 лет исполнилось в этом году Харьковскому конструкторскому бюро имени Морозова. Генетически танковые войска, танковый дух почти столетия в нашем государстве. Харьков – лидер по разработке и производству танков. Те машины, которые мы используем, украинские. Одни из лучших в мире. И наших танкистов боятся. Сейчас украинские танки, согласно минским договоренностям, стоят на позициях в зоне отведения на Донбассе. Но военные уверяют, они готовы вступить в бой при первой необходимости и показать мощь украинского железного кулака. Юлия Крючкова, Ярослав Матяш, Антон Куніца, UATV.